Любимые «Царевны» идут в кино 8 марта. Кого нарядились, того и превратились. Меня Марфуша зовут, и я оборотница. «Царевны» и «Таинственная гостья». «Царевны» и «Таинственная гостья». Самая лучшая игра в волшебном мире. Мне её братья из «Три Пятидесятого Царства» прислали. У них там последняя версия. Что? Какая берёза? Кого привезли? «Грёза-3», почувствуй себя великой волшебницей прямо сейчас. Завтра почувствуешь. Сегодня спать пора. Спасти принца из заколдованного замка. Круто! Первый уровень. Коридор весёлого шута. Повеселимся. У тебя прекрасно получается. Ты – великая волшебница! Варя! Перестань! Пожалуйста, потише. Варя, все уже на завтраке. Варя, пора вставать. Сова приготовила фруктовый пудинг. Бонусный уровень! Погоди. У меня тут свои фрукты. На бонусном уровне. Ты такая ловкая. Вот тебе, глупая паутина. Думала меня путать. Получай от великой волшебницы. Ах, это просто игра. Варь, давай с нами. Даша нашла в библиотеке древний свиток с заклинанием тройного защитного поля. Бежим, попробуем. У меня тут защита ещё прочнее. Прекрасная защитная паутина древнего зала тебе нипочём. Ты – великая волшебница. Получается, что так. Давай же скорее следующий уровень. Отличный прыжок. Великая волшебница. Даже великим волшебницам нужно иногда обедать. Для поддержания величия. Ты уже второй день пропадаешь в своей игре. Варя, ты куда пропала? Я в игре! А ну, вылезай оттуда сейчас же! Я не знаю как. Вороны сторожевой башни. Мне самой не пошевелиться. Жми стрелку вверх. А теперь вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Варя, ты в порядке? В порядке. А вот с игрой, похоже, что-то не так. Надо позвать Кощея, пока больше никто не попал в эту странную игру. Или не вылез из неё. Сторожевой ворон! Он сторожит игру! Нет, отдай! Тогда обыграем его вместе. Второй игрок подключился. Коридор весёлого шута. С первого уровня. Если плитка засветится, тут же прыгай на другую, чтобы не свалиться в глубокую пропасть. Чур, я так не играю. Да тут всё просто. Раз, два, прыгаем. Я вчера этот уровень с первого раза прошла. Варя, это уже не игрушки. Ты не видишь, что тут всё по-настоящему. Варя, ты же говорила, что тут всё просто. Это я не выспалась. Когда всю ночь играешь, трудно выспаться. Паутина. Мы на следующем уровне. Нужно пробежать через неё, прикрывшись защитным полем. Я так уже делала. Там всё просто. Правда, только в игре. Так, повторяй за мной. Раз защита, два защита, три защита за щитом. Ага. Раз защита, два защита, три защита. Что потом? Ой, глупая паутина. И как её порвать? Тут нужен комбо-приём. Хотя у нас и кнопок-то нету. Пора заканчивать эти игры. Варя, мы прорвались. Королевский турбоковёр на алхимических двигателях. С бонусного. На нём нужно отбирать у воронов монеты. Отберём сразу всю игру. Вон он! Поднажми! Стой! Отдай! Игра окончена. Ой! Вот это я понимаю приключения. Покруче, чем в игре. Я и сам когда-то играл. Ещё в грёзу один. Вороны меня боялись. А у вас тут треснула перегородка между мирами. Вот из игры посыпало всё подряд. Можете играть, только не забывайте об уроках. И об обиде. Грёза три. Почувствуй себя великой волшебницей. Я уже почувствовала. Но в итоге без Даши не прошла бы ни одного испытания. Так что я пойду лучше потренирую защитное поле. Я ведь хочу стать великой волшебницей по-настоящему. Без грёз. Грёза один. Почувствуй себя великим волшебником. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. А царевнам ни минуты не сидится. И мы всё играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны. Джин Держи! Пришёл ваш последний час, защитница Демногорья! В роли последнего часа злая волшебница Варвара. Приятно познакомиться. И хап! Ой, а вот это зря. Это же любимая ваза Кощея. Приплыли. И что нас сюда вообще понесло? Нам же запрещено играть в кабинете директора. А мы... Кощей Кощевич уж точно не обрадуется, когда узнает. Плакала наша экскурсия в сады Грюнвальда. И ничего он не узнает. Забыли ремонтирующие заклинания. Воздух, земля, огонь, вода. Сила волшебная с ними всегда! Ура! Молодец, Варя! Здорово! Кто это там? Какой милый! Это же Джин. Тот, что исполняет желание. В очередь, я первое желаю. Внимание, Джин. Желаю, чтобы... Нет, желаю стать... Чего бы такого желанного пожелать-то? Погоди, Варя. Джины разные бывают. Ой, по-моему, он там что-то нашел. И это что-то съел. У меня плохое предчувствие. Подумаешь, маленький Джин не наделает больших неприятностей. А вот этого на уроках не говорилось. Василиса, мы с тобой в библиотеку. Нужно узнать, как вернуть Джина в вазу. А вы, девочки, попытайтесь как-нибудь его задержать, пока Кащей ничего не узнал. Съел мои конфеты. И мои пряники. Да ладно, девочки. Он же, наверное, тысячу лет ничего не ел. Угощайся, Джинчик. А вот еще кексы капризиковые. Сушеная сливишня. Не такая большая проблема этот Джин. Ой. Куда это он? Хм, наверное, туда, где есть еще и еда. Ах, кухня! Да, теперь проблема не такая и маленькая. Девочки, может, все-таки пока не поздно. Расскажем обо всем Кащею. А то будут большие неприятности. Неприятности у нас и так есть. Мы вообще без обеда останемся, если Джин еще и суп слопает. Тогда выманем его в оранжерею. Там полно яблок. Соня, наколдуй какой-нибудь вкусно отвлекающий маневр. Фух, здесь ему яблок надолго хватит. Ой-ой, наша проблема стала еще больше. Хочешь яблочек? Попробуй достань. Может, он наконец-то наелся? Девочки, он в подвал собрался. Вот и хорошо. Пусть подумает в подвале о своем поведении. Там же кладовая, где хранятся все школьные припасы. Стой, замри. Отворот-поворот! О-о-о! Ждите здесь! Я позову Кощея! Арчи, ящик заперт на ключ. Ключ у вас при себе? Стыдно, Арчи. Кроме тебя, никто не мог туда проникнуть и съесть любимые печенья нашего директора. С кокосовой стружкой, между прочим. Их не Арчи съел, а Джин. Мы случайно играли в вашем кабинете, а потом случайно выпустили Джина. А потом не хотели сознаваться. Потому что он был умелым. Поворотное заклинание. Стоп! Ты сказала, Джин? Джин из моей вазы? Он же слопает все наши запасы. Василиса, давай. Пудинг, булочки, кекс. Девочки, мы прочитали. Это Джин проглот. За тысячи лет спячки он очень проголодался. И не ляжет спать, пока не съест все свои любимые вкусняшки. Василиса, закажите у скатерти теплого какао. Кощей Кощевич, вы уверены, что именно сейчас вам нужно теплое какао? Это не для меня. Это любимый напиток Джина. Он его просто обожает. Сделает один глоток и сразу же захочет спать. Теплое какао. А теперь домой. Ура! Тсс, а то разбудим. Простите нас, Кощей Кощевич. Мы думали, маленький Джин – маленькая проблема. А она вон как разрослась. Да уж. И обед наш съел, и ужин. И Арчи ни за что попало. И урожай весь пропал. Проблемы, они такие. Чем больше утаиваешь, тем сильнее они начинают расти. Как поражорливый Джин. Поэтому, если что-то случилось, лучше сразу все рассказать. Да, и вместе разбираться с проблемой. Кощей Кощевич, вы ведь, наверное, теперь не захотите нас брать на экскурсию в сады Грюнвальда? Еще как захочу. Ха-ха-ха, именно там мы и возьмем семена, чтобы восстановить пропавший урожай. Ура! Наше желание исполнилось, и Джин не потребовался. Ха-ха-ха! 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 Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Будет... Верховая езда на волшебных существах! Во... Здорово! Только не это! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Даш, ты чего? Я никогда... Никогда не сдам этот предмет, и он испортит мне всю успеваемость. Хотя зачем мне успеваемость, если меня исключат из школы? Я ведь никогда не поеду верхом Это же проще простого У меня все братья с двух лет верхом ездят Вообще с коней не слезают Скоро ходить разучатся Но у мудроземцев Все по-другому Мы так ужасно ездим верхом Что нам пришлось изобрести волшебные машины Ой! Беличий экспресс Быстрый и пушистый Видать, Кашей заказал что-то ценное Я просто обязана узнать, что это Мудроземцам просто не суждено ездить верхом И мне тоже Из Центральной волшебной библиотеки Книга будущего для проведения урока По волшебным предсказаниям В классе Кощея Кощеевича А что это за книга будущего такая? Ну, раз это книга будущего Значит в ней написано, что произойдет в будущем Так давай посмотрим Вдруг ты зря переживаешь И в будущем тебе суждено стать Отличной наездницей Ну или мне Дарья Мудроземская Ученица школы Девногория Бывшая помощница директора Никогда не станет Отличной наездницей А может это неправильная книжка? И потом Зачем становиться именно Отличной наездницей? Можно же стать Хорошей Или там Неплохой И поэтому мы начнем тренироваться Прямо сейчас С шестилапом Впрочем, нужен эксперт Сбегай за Аленкой Наконец-то Будущее в моих руках На окнах и дверях школы Появляются решетки Через которые не пройдет Даже самое мощное волшебство Куда же книга подевалась Отдайте нашу книгу Нам ее еще в библиотеку возвращать Очень надеюсь, что книга И правда неправильная Фух Получилось Почти Назад То есть вперед Тоже мне, царевна Где-то вас учили Так верхом ездить Прыгаем С бревном справились А как насчет воды? Не бойся Тут не глубоко Пойдем скорее Надо торопиться Так нам ягу не догнать Что же делать? А, придется идти по камням Беру управление на себя С левой лапы Шагом Марш Правый Средний Задний Левый Средний Левый Правый Фух Все Молодец, шестилапик Ну, теперь заживем Во дворце Станут директором Школы злодейства Или нет? Царицей всего Девногорья Так, я полечу в укромное местечко И спокойно запишу наше будущее А ты пока не скучай Золотая моя Уважаемая дракониха Мне очень-очень нужно добраться на вершину скалы Чтобы спасти будущее Девногория От яги Ээээ, вы не согласитесь мне помочь? В моем дворце будет пять Нет, шесть комнат Или десять Да каких десять? Сто! Сто комнат будет. Даже не знаю, как. Как лучше? Королева Яга? Или Великая Императрица Девногорья? Не бывать вам никакой императрицы. Немедленно назад повелеваю, как императрица Девногорья. Косей Косеич, там Яга такого понаписала. Молодец! Даша, все получилось! Даша действительно молодец. Она нас всех спасла. И, кстати, отлично управилась и с драконихой, и с шестилапом. Но ведь в книге будущего было ясно написано, что мне не стать отличной наездницей. Будущее еще не случилось. На то оно и будущее. Мы всегда можем повлиять на него. И в книге это немедленно отразится. Даша из Мудроземья станет отличной наездницей и будет прекрасно ладить с волшебными созданиями. Хорошо хоть колонна осталась. Эх, в этой книге одни сказки. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Приглашаю Царевны! Лягушачий камень Только не открывай. Да я догадаюсь, что там внутри. Ах! Там дерьмовочка, которая оказалась твоей троюродной сестрой. Нет, там мальчик с пальчик. Давай посмотрим скорее. Да нет там никаких мальчиков. Надеюсь, наших мальчиков тут тоже нет. Вот. Бабушкино кольцо с лягушачьим камнем. Ах! Красота неописуемая! Да, и волшебство неплохое. Достаточно дотронуться, чтобы превратиться в лягушку. Ква! Вторым касанием принимаешь свой обычный облик. Волшебно! По нашей лесоводской традиции его можно надевать только в день всех болот. Но я его теперь решила носить постоянно. С тех пор, как приехали мальчики, я стала нервничать. А когда я волнуюсь, могу превратиться в лягушку. Нечаянно. В самый неподходящий момент. Ой, вот опять. Знаешь, каково это? Не знать, кем ты сейчас окажешься. Подумаешь, в лягушку пару раз превратилась. Зато они прыгучие и квакучие и... И нырячие. Лично ты делаешь из мухи лягушку. То есть слона. Ты просто не знаешь, каково это. Быть лягушкой и квакнуть не успеешь. Как с тобой что-нибудь случится. А потом еще все смеяться будут. Сдавайся, чудище! Или превращу тебя в жабу! Мальчишки, прячемся скорее. А то я начинаю волноваться. Спокойно, никаких пряток. Я знаю, что делать. Ты сейчас же покажешься им в виде лягушки. И поймешь, что бояться нечего. Ничего ты не поняла, Варька. Василиса, погоди! А почему тут все такое большое? Я, наверное, до кольца дотронулась. Значит, я теперь... Лягушка! Смотри, Ливан! Смотри, у нее корона. Спорим, это дочка Водянова. Мое почтение. Слушай, у нас в Эльдорадо лягушки были веселые и обожали всякие соревнования. А Девногорские какие-то вялые. Я их понимаю. Скучаю целыми днями. Давай им гонки устроим. Отличная идея. Это в короне точно всех победит. Буду болеть за нее. Вообще-то я царевна. Так что я вас в два прыжка обскочу. А потом найду свою подругу и расскажу ей, как классно быть лягушкой. Так что учитесь у меня, пока можете. На старт. Внимание! Ква! А ну давайте заново. Я совсем не так хотела прыгнуть. Перепрыгиваем. И как Василиса так здорово прыгает. Это же очень сложно. Все, допрыгалась. Ммм, наверное, дочка Водянова лучше плавает, чем скачет. Может, повторим? Ну уж нет. Мне некогда. Меня Василиса ждет. А вам повезло, что я не в форме. Ква-ква! Варя, Варя, ты где, а? Варь, извини меня. Я просто испугалась. Василиса! Василисушка! Я здесь, внизу! Меня тоже никто не понимает. Я им квакала, квакала, а они... А-а-а-а! Добро пожаловать на Девногорские авиалинии. Следующая остановка – пруд ту моей избушке. Может, хоть минутка пройти, чтобы меня никто никуда не тащил? Теперь понятно, почему лягушки все время в болоте прячутся. А-а-а-а! И-е-х! А-а-а! Будете тут жить. В тесноте, да не в обиде. А-а-а! Мой собственный пруд с фонтаном. Он, правда, ломается все время. Но зато пруд надежно заколдован. Из него не сбежать. Так что будете по вечерам мне концерты давать. Фу ты! Опять сломался. И чтобы чисто петь, многоголосьем. Фальши не потерплю. Раз нельзя выпрыгнуть, придется выпасть. Так, подруги, нам пора скакать отсюда. С Егой мы точно не споемся. Прыгай, как я. Налево! Направо! Ну! Что сидите? Давайте! Ква-ква! Ха! Ха! Ква-ква! Да что ж такое? Эй! Куда, Жой? Подожди! 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 А-а-а! Оставайся! Будешь у меня соня выступать! Я тебя звездой сделаю! Осторожней! Берегись! Эй! Ты чего? Совсем летать не умеешь? Ого! Летающая лягушка! Да это ж наша корония! Лягушка-летяга! Василиса! Я уже лечу! Прыжки в воду с вороны! Надо будет включить в соревнования! Спасите! Катастрофа! Тону! Варя! Варя! Держись! Василисушка! Со мной столько всего случилось! Сначала соревнования я их почти выиграла! Потом мой сольный концерт отменили, так как мы из корзинки сбежали! Но в конце этот ворон совсем летать не умеет! Погоди, погоди! Я вообще ничего не понимаю! Зато я теперь понимаю! Быть лягушкой очень трудно! Ты уж прости, что я тебе не верила! Конечно, прощаю, подруга! Ква! Ква! Только теперь меня мальчишки засмеют! Ой, сначала глупо прыгала, потом в воду свалилась! Тогда пусть над нами обеими смеются! Когда рядом настоящая подруга, это не страшно! О! О! Это было очень круто! А нас научите? Пожалуйста! Я черновороне летаю! А я ныряю с ворона солдатиком! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Варя, еще раз! Это прыжки в длину, а не в высоту! Ты лягушка, а не кузнечик! Мальчики, скачите осторожнее! Главное не победа, а ничего не сломать! На старт! Внимание! Ква! Давай! Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Девочки! Опа! Полюбуйтесь! Что это? Это ткацкий станок? Это машина времени! Почти угадала, но не совсем! Так, профессор, посмотрите, что тут у меня! Это музыкальная шкатулка воспоминаний! Какая красота! Мы делали такие, когда я сам был учеником. Только взгляну и сразу вспомню наши школьные годы. Вот бы и нам такие сделать! Лучший в мире школьный сувенир! Девочки, так мы именно для этого и привезли сюда этот аппарат. Да, смотрите! Вы поднимаетесь на эту площадку. Красивые, нарядные и желательно придумать что-нибудь оригинальное. Что бы нам сделать этакого, чтобы запомнить на всю жизнь? А может, все подпрыгнем? Встанем по росту. Встанем по росту и подпрыгнем. Может быть. Главное ведь показать себя с наилучшей стороны. Хм, с наилучшей стороны. Так, 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 где же это? А, вот! Вам понадобится одуванчик необыкновенный, молочный цветок и радужные ягоды. Чем ярче волосы, тем ярче воспоминания. Одуванчик обыкновенный, одуванчик необыкновенный, молочный цветок. Так, несколько капелек. Радужные ягоды. Угу. Пусть украсят волосы радужные полосы. Утром проснусь с цветными волосами. Ах, почему они стали зеленые? Из-за меня шкатулка получится некрасивой. Не больше одной ягоды, а я кинула две. Избавиться от побочных эффектов вам поможет дерево-отшельник. Так, ничего не трогать руками. Понятно. Я должна отправиться туда. Это мой шанс все исправить. Василиса, пора вставать. Василиса, девочки. Смотрите. Похоже, Василиса куда-то собралась. Видите? Заколдованная чаща. Что бы она ни задумала, кажется, Василиса в опасности. Самое главное, ничего не трогать руками. И ногами тоже. Ой, спасибо. Извините. Извините, я очень аккуратно. Спасибо. Вот оно. Да-да, я знаю, что в заколдованной чаще ничего нельзя трогать руками. Но мне нужна всего одна шишечка. Неужели вы не можете сделать для меня исключение? Все пропало. Я так и останусь зеленой, и у нас не будет школьного сувенира. Девочки, кто-нибудь хочет малины? Смотрите, какая красивая. Соня, здесь ничего нельзя трогать. Написано же было. Помогите! Столько шума из-за одной ягоды. Соня! Сказано было не трогать. Значит, не надо трогать. Бежим! Девочки, я должна вернуться. Мне шишку нужно взять. Василиса, даже не думай. Мы тебя не отпустим. А кстати, почему ты такая зеленая? Так в этом все дело. Я хотела сделать себе разноцветные волосы. Сувенир же должен быть потрясающим на всю жизнь. А волосы получились совсем не потрясающие. Вот я и пошла в лес, чтобы все исправить. А мы испугались и побежали тебя спасать. Да, а в результате ты спасла нас. Смешно получилось. Да, жалко только, что я шишку не успела взять. Не расстраивайся. Зато у нас осталась наша дружба. Подумаешь, какая-то шкатулка. Я, может, открытки больше люблю. Девочки, спасибо вам. Не переживай. С волосами тоже что-нибудь придумаем. Даша, хватит. Сонь, не вмешивайся. Даша знает, что делает. Вот, держи. Думаю, все получится. Только оно не сразу подействует. А вдруг станет только хуже? Вдруг я навсегда останусь зеленой? Тогда и я буду зеленой. И я. Мне даже иногда снится, что у меня волосы зеленые. Значит, все будем зелененькие. Знаете, как весело будет играть в прятки в кустах? Ну, а мне-то дайте. Теперь бежим. А вот и наши царевны. Вижу, вижу. Придумали что-то интересное. По крайней мере, Василиса, точно. Ну что, готовы? Получилось. Господин директор. Девочки, когда же вы успели сделать себе такие яркие прически? Девочки, когда же вы успели сделать себе такие яркие прически? Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. ПТИЦА ПОЮН Что это? Как красиво! Кажется, это в холле. Бежим! Ой, кто это? Вы что, не знаете? Это же птица Паюн. Не может быть! Как это не может быть? Очень даже может. Да, это я. Вы думаете, это действительно? Все возможно. Это потрясающе. Вы здесь, у нас, в школе. Да. Я провожу бла-бла творительное турне по учебным заведениям. И прямо сейчас вам спою. Стоп, стоп, стоп. Что за спешка? Не сейчас. Но я обожаю петь. Почему это не сейчас? Учебный план. Сами понимаете. Вижу, здесь совсем не ценят искусство. Надеюсь, наша знаменитая гостья не сочтет нас невежливыми. Ну, пожалуйста. Кощей Кощевич. Ну, хорошо. Но после уроков. Ха-ха-ха. Ну, ладно. После уроков. Ура! Концерт, как здорово! А можно автограф? Мне тоже автограф, пожалуйста. По какой системе вы учились в аквелу? Не будьте такими навязчивыми. Поаккуратней с нашей знаменитостью. Бегите скорее на завтрак, а затем к уважаемой сове на урок волшебного домоводства. Пока вы будете заниматься, я покажу нашей гости школу. Декоративное оформление холла представляет собой псевдосказочный стиль конца прошлого тысячелетия. Хм. Пирожков нет. И кофе. Что-то тут не так. Сова никогда не оставит нас без завтрака. Может, случилось что? Да. Похоже, урока не будет. Смотрите, перо совы. Мы же можем узнать, куда она подевалась. Где была сова, лети. По её следам веди. Странно. И что сове в музее понадобилось? Похоже, здесь что-то было. Так вот же надпись. Перо волшебное даёт свой образ птицы, что поёт. Так здесь было перо птицы Паюн. Неужели это сова взяла его? Похоже на то. Совы нет. Перо пропало. Зато появилась птица Паюн. Но это не честно. Давайте выведем её на чистую воду. Погоди, Варь. Она, наверное, просто любит петь. Действительно. Жалко тебе, что ли? Пусть споёт разок. Эх, ладно. Концерт так концерт. Дадим сове шанс побыть звездой. Только сделаем вид, будто ничего не знаем. Девочки, больше цветов, больше. Да, наша сова цветы обожает. Ой, пёрышко. Хм, странно. Что оно здесь делает? Ведь оно должно быть где-то рядом с совой. Так, за ним. Вот наша сова. Да, она у Яги в плену. Ой, я боюсь её. Не бойся. Она летает где-то. Видишь, метлы нет. Пошли. Девочки, спасибо вам большое. Но как это получилось? Как получилось, как получилось. Вы же знаете, что наш директор не одобряет самовольное волшебство. Вот я и решил отойти подальше от школы, чтобы превратиться в птицу Паюн. Обернусь Паюн я птицей, чаровницей. Какой приятный сюрприз. А я как раз мимо пролетала. Дай, думаю, загляну в гости. Ку-ку. Значит, птица Паюн – это Яга. И теперь она хочет... Всех вас сильно расстроить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я спою колыбельную песенку, и вся школа заснёт беспробудным сном. Разбудить вас будет некому. Девочки! Бежим в школу! Спасать учителей! Баба Яга, стой! Мы всё знаем! Марлен! Профессор! А где Кощей-Кощей? Кощей-Кощей? Да, правда. Где Кощей? Почему его нет? Что такое? Ты не спишь? Сонная магия на меня не действует. Позвольте-ка. Отпусти, кому говорят! Вот оно! Баба Яга? Немедленно прочь отсюда! Я вижу, вы уже справились. Она хотела всех заколдовать. Посыпить. Завладеть школой. Но Соня её победила. Молодец, Соня. В нужный момент ты не спящая царевна. А у меня для вас сюрприз. Птица пою настоящее. Ура! Здорово! Только сову жалко. Я виноват. Я очень хотела спеть. О, вы тоже любите петь. Тогда приглашаю вас спеть дуэтом. Ура! Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. О царевном ни минуты не сидится. Ура! Им во всём играть и веселиться. Ура! Не случайно и тебя в свой мир волшебный Ура! Ура! Приглашаю царевны. Чёрная рука Девочки, хотите, я вам расскажу что-то интересное? Девочки! Не хотите, как хотите. Ладно. Завтра вы у меня ахнете. Можно подумать, у нас тут африканская жара. Классные брюки. Я их раньше у тебя не видела. Можно будет примерить? Ты что-то спросила? Извини, не расслышала. Дашка, у тебя брюки цвет поменяли. Мы видели. Как ты это делаешь? Девочки, вы чего? Ну, вот какие были, такие и остались. Ой, а до того красные были. Ну, не знаю, не знаю. Всё, точно! Это она, Даша! Рассказывай быстрее! Ну, пожалуйста! Нам очень-очень нравится! Мы тоже хотим наряды перекрашивать! Ладно, так и быть. Смотрите. Волшебный веер! Всего-навсего домашнее задание. Я его вчера вечером сделала. Им не только одежду. Вообще всё можно перекрасить. Ой, а давайте Арчи покрасим. Не надо! Да ты что? Так, Варя, давай его сюда. Да ладно, ладно. Девочки, сегодня вечером я иду на бал. Красиво. К такому платью подошли бы чёрные перчатки. Да, пожалуйста. Варя, ты что? На живое нельзя, наверное. Ну, нельзя так нельзя. Оно и не работает. Работает. Варя, это твоя рука? Нет. Весь наш завтрак сейчас съест. Да что завтрак? Куда она нашего Арчи дела? Девочки, за мной. Потихоньку. Я к Кащею, а вы ищите профессора и Марлен. Кащей Кащеевич! Профессор! Марлен! Нам нужна помощь! Пожалуйста, откройте! Вы превзошли сами себя. Изумительные цветы. Кащея нигде нет. Профессора тоже. Она их всех съела. Это же шапочка профессора. Девочки, а где Соня? Она? Она проспала, как всегда. А потом? А потом она пошла завтракать. Бежим! Настоящая чёрная рука! Это вы столько конфет съели? Вы же испортите себе желудок. Хм. Ну или не желудок. Но столько сладкого есть вредно. Знаете что? А давайте мы вместе с вами пельмени поедим. Я немножко сметаны добавлю. Вы не против? Соня! Ты что делаешь? Ой, девочки! А зачем вам швабры? Соня, бежим. Она съела профессора. И Кащея, и Марлен. Да вы что? Они цветы перед школой сажают. Ты их видела? Ну да. Меня ещё профессор попросил его шапочку внутрь занести. Боится её запачкать. Но нашего Арчи она точно съела. Мы все это видели. Хм. Это правда? Арчи! Мы тут за тебя переживали. А ты всё это время печенье уминал? Соня, она тарелку утащила. Да ладно, пусть. Я же для неё готовила. И как тебе это в голову пришло? Ну понимаете, её же все боятся. Помните эти истории про чёрную руку? А я подумала, может её нужно просто накормить? Сейчас мы подробно разберём схему волшебного преобразования света. Прекрасно. Я вижу, что некоторые из вас справились с дополнительным домашним заданием. Но прежде чем продолжить, я хотел бы напомнить вам о примечании в конце параграфа. Свойства чёрного цвета рассматриваются на высших уровнях волшебства из-за сложности его составляющих. Поэтому начинающим не рекомендуется его использовать. О царевном ни минуты не сидится И мы всё играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны Трон директора Нет, ну потерять вы её никак не могли. Конечно, не мог. Наверное, в кабинете забыл. Хм, что бы это значило? С вероятностью в 95% готов утверждать, что тут кто-то побывал. Не кабинет директора, а проходной двор. Кажется, я начинаю сердиться. Ау! Похоже, вы и в самом деле немного рассердились. Нет, я абсолютно спокоен. Это моё кресло, вне себя. Вы посмотрите, ай, что оно вытворяет. И где, в конце концов, моя волшебная палочка? Не знаю, куда она подевалась, но она выключена. И поэтому волшебное равновесие нарушено. Нет, я не думаю. А ваше кресло? Чего оно летает? Очевидно, в нём сидел кто-то посторонний. Вы же знаете, оно это очень не любит. А я думаю, дело в палочке. Хм, ну хорошо. Разберитесь, пожалуйста. Так, так, так. Ой, а что с книгами, профессор? Почему они все летают? Не все. Обратите внимание, летают только волшебные учебники. А обычные книги как стояли, так и стоят. Вы не знаете, почему? Нет. Что-то случилось? Вы не знаете. Ничего себе. Варя, что это? А что за молоко у вас? Магически восстановленное. С добавками вкусненькими. Вижу, вижу. Срок действия 25 лет. Да, ещё свежее. Но я всегда говорю, пейте натуральное. Зачем вам это восстановленное? Да ещё и с добавками. Но почему оно летает? Может, это кто-то шутит? Хм, хорошая шутка. Смешная. А вы сами, случайно, с палочкой директора в последнее время не шутили? Нет. Хм, скорее всего, это Василиса или Соня. Девчонки, похоже, у Кощея палочка пропала. Не знаю, что там пропало, но профессор нас в чём-то подозревает. Не нас, а Василису с Соней. Хм, кстати, а где они? В школе творится что-то непонятное. Мы должны их найти. О, нашлись! Девочки, а мы вас потеряли. Что это с ними? Так, быстрее наверх! Василиса, давай во всём признаемся. Я больше не могу прятаться. Так. И в чём вы должны признаться? Смотри! Кощей свою палочку забыл. О, давай испытаем её. Не, запоролено. Ладно, пойдём отдадим. Что ты? Давай клади на стол и пошли. Погоди, когда ещё удастся сделать селфи в директорском кресле? Хватит уже! Она не останавливается! Соня, помоги! Как же её вытащить? Ой, давай! Что же делать? Да, за это могут и школы выгнать. Нужно спасать их. Ну как? Мы должны починить палочку. Пошли. Удалось установить, что равновесие действительно нарушено. И это абсолютно точно. Наибольшее подозрение вызывают Соня и Василиса. Профессор, факты. Давайте факты. Мне даже не удалось с ними поговорить. Они скрываются от меня? Можно? Хм, вот они. Как же они скрываются? Ой, а вы кресло чините? Можно мы поможем? Вы умеете чинить кресло? Конечно. Моя палочка. И сломана к тому же. Девочки, скотч у кого? Держи её. Ага, вот так. Кощей Кощевич, а какой пароль? Е2, Е4. Извините, профессор. Вот видите, она работает. Да, но кто её сломал? Я! Мы все вместе сломали, а потом починили. И все же, кто её под кресло засунул? И главное, зачем? Знаете, профессор, мы, конечно, можем это выяснить. Но стоит ли? Главное, что девочки горой стоят друг за друга. И потом, она же работает. 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 Тебя в свой мир волшебный, приглашаю царевный. Огненные шарики Так, хорошо. И не забывайте, что волшебник прежде всего художник. Огонь должен идти у него изнутри. Главное – чувствовать кисть. Попробуйте теперь энергично послать шар вперед, тут же его поймайте и оттяните назад. Хорошо. Молодцы. Ой. Аленка, ты что делаешь? Хм, это, конечно, оригинально, но не по теме урока. Прошу вас, будьте внимательнее. Простите, пожалуйста. Ну-ну, не нужно так расстраиваться. Позанимайтесь как следует, и у вас тоже все получится. А теперь я бы хотел взять чей-нибудь шар для... для исследований. Ой, мой, возьмите мой. А у меня, смотрите, как он танцевать может. Мой, пожалуйста, мой. Нет, мой. Ну-ка, 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 ну-ка. О, вот, пожалуй. Победила, победила. Девочки, вы что? В следующий раз возьму кого-нибудь другого. Профессор, а раз я самая лучшая, можно мне Аленку поучить? У нее ведь ничего не выходит. Самая лучшая. Ну, разумеется. Только запомните, запускать шары можно только в классе. Здесь установлена специальная противопожарная защита. Профессор, получилось? Да, господин директор. В молодости я был чемпионом по этой игре. Выбрал самый юркий и осмысленный шар, как мне показалось. Очень хорошо. Наши, конечно, тоже не так плохи. Но вы правы, уже хочется чего-то более яркого. В наших как-то остроты не хватает. Остроты и непредсказуемости, я бы сказал. Вот, золотые слова. Именно непредсказуемость. Ну что, начнем? Смотри, можно вот так. А теперь вот. Я вообще с ним могу делать все, что угодно. Аленка, ты вообще меня не слушаешь. Я для кого тут стараюсь? Давай, пробуй. Соня, пойдем, а? Ты же видишь, нет у меня огня. Ни капельки. Я, наверное, не волшебница. Да. Ну, вообще-то ты права. Как-то с волшебством у тебя не очень. Ну, я сделала все, что могла. Готовы? Готов. Да. Ну все, поехали. Браво. Отличный удар. Давайте, давайте, профессор. Следующий уровень. Видал? О, погодите, господин директор. Ковер прогорел. Марлен опять выговор сделает. Да ладно вам. 15 очков. Каково? Ну, ковер. Мы развернем его другой стороной. Она ничего не заметит. Давайте, профессор. Теперь ваша очередь. Нет, нормально, да? Она самая лучшая. Девочки, смотрите, как можно. Ого, здорово. Девочки, гори. Где огнетушитель? Посмотри, там. Тут его нет. Что ж такое? Надо отъявам. Бей его. Имей в виду, если тебя будут отчислять, то мы за тебя горой встанем. Тушитель. Не получается. Бей его. Да что же такое? Ну и что, что ты не волшебница? Подумаешь? Мы тебя все равно любим. Господин директор. Нет, нет, не перебивайте. У меня еще один удар. По-моему, говорят портьеры в комнате у девочек. У девочек? Что же вы молчите? Помогите! Кто-нибудь! Девочки, смотрите. Даже следов пожара не осталось. Аленка. Ну ты даешь. Ты нас всех спасла, Аленушка. Ты нас спасла. Аленка, спасибо. Молодец. Простите, что мы без стука, но дело в том, что поступило срочное сообщение. У вас все в порядке? Спасибо, господин директор. Все в порядке. Прекрасно. Прекрасно. Но, однако, у вас прохладно. И даже не прохладно, а холодно. Вон, ини на стенах. Профессор. Господин директор. Мы не загасили ваш ковер. По-моему. Нам надо проверить отопление. Аленка, это всем нам надо у тебя учиться. Ты самая настоящая волшебница. Привет. Мы царевны. Подписывайся на наш канал. О царевном ни минуты не сидится И мы все играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны Юные волшебницы А, вот они. Едут. Кощей Кощевич, пока у нас есть время Я могу их представить. Царевна Несмеяна, Дарья Царевна Елена Прекрасная Василиса, царевна лягушка Варвара Коса, длинная коса Тоже царевна И Соня, спящая царевна Зачем я согласился? Ну, вы готовы? Почти. Приветственное слово директора Сценарий линейки Буклеты, визитки, сертификаты, грамоты Профессор, такой момент, а вы? Да успеем, успеем Подумаешь, ученики приезжают Не ученики, а ученицы Царские дочки Девочки Это же совсем другое Вот именно что другое Девочки болтливые, капризные Излишне любопытные и неорганизованные Ну, какой из девочки волшебник? А вдруг речащий талант? В конце концов, мы же решили До первого замечания Решили, так решили Скрипы, грохот, колесницы Едут наши ученицы Ну что, мы пошли? Да Идите Встречайте юных волшебниц Вау! Какая чудесная школа Сударина царевна От лица администрации Девногория Разрешите? Кошечка какая милая Это ваш классный руководитель Профессор Кот Баюн Ой Проходите Прошу Нам что, опять самим чемоданы тащить? Не царское это дело Здесь все приходится делать самим Но на первый раз Проходите Устраивайтесь Стойте Нас же пятеро было Вы слышите? Кто-нибудь знает, что это? Ты что, совсем? Ты зачем нас пугаешь? Это музыкальная шкатулка Судя по виду, ей лет двести Где ты ее взяла? Там? Там еще столько интересного Сами гляньте Может что-то вкусненькое найдется? Ну Вы их уже видели Скромные такие Дружелюбные Я считаю, все идет отлично О, фрукты Ай, девочки, что это? Ай Что-то не так У меня недоброе предчувствие Кажется, кто-то проник в ваш кабинет Господин директор Помогите Там деревья хулиганят Ух ты! Кто разрешил? Как съесть уникальный волшебный визуализатор? Это не я Это вот Оно само Откусилось И кто вас вообще сюда впустил? Господин охранник Мы вошли без спускания Если директор вас будет ругать Так ему и скажете Девочки Это и есть наш директор школы Кощей Бессмертный Упс Директор Ух ты Бессмертный А если вы грибов ядовитых съедите Ничего не будет? Или мух отцаца укусит? А у бессмертных бывает бесслонница А если вы попадете? Стоп, за меня хватит Я знал, ничего не выйдет К тому же вы договаривались, что До первого замечания Дорогие царевны Вы получаете Замечание Отправить их обратно Сейчас сообщу родителям Очень жаль Позвольте Подумаешь, визуализатор? Так симпатичнее А вот и звездное окружение Обморозительно Так что сказать Родителям? Не ожидал Возможно я ошибался Насчет девочек Да-да Был неправ Поздравляю Вы приняты В нашу школу Ура! Привет! Мы царевны Подписывайся на наш канал А вот и звездное окружение Подписывайся на наш канал Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok